Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Губернатор выразил соболезнования родственникам и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП под горячим ключом. 22 вместо 19. Проезд в общественном транспорте Сочи подорожает с 1 октября. Не надо, ажиотажа учтут всех. Если не сейчас, то в октябре. Как оплатить счета за воду, подробно объяснили в Водоканале. Всадники вернулись с победой. Сочинцы впервые привезли все кубки и грамоты всероссийских соревнований по конкуру. Венемин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших паломников и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП под горячим ключом. Напомню, авария произошла сегодня ночью. Экскурсионный автобус, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем в районе поселка Молькино. В результате ДТП 6 человек погибли. 20 пассажиров доставлены в медицинские учреждения. Венемин Кондратьев поручил Краевому министерству здравоохранения держать ситуацию на особом контроле. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Кроме того, подготовлены места для временного размещения остальных пассажиров автобуса в экскурсионном. В автобусе находилось 30 человек, из них два водителя. Детей в автобусе не было. Контрольный час для краевых и муниципальных чиновников. Венемин Кондратьев проверил, как исполняют его поручения. В частности, речь шла о создании нового микрорайона в Краснодаре и застройке в прибрежных городах Кубани. Обо всем по порядку расскажут наши краснодарские коллеги. Пробки, нервы и утро уже не совсем доброе. Так начинается практически каждый будний день жителей краснодарских поселков в районе восточного обхода города. Курортный сезон подходит к концу, но свободнее становится не на всех дорогах. Как мы можем наблюдать, кто-то едет по обочине. Я еду, не нарушая правила. Пока не знаю, сколько буду стоять в пробке, чтобы доехать до улицы Уральской. На эту трассу М4 Дон стекаются автомобили из Знаменского и Новознаменского Лориса Пригородного. В планах мэрии построят там еще один жилой микрорайон. Больше, чем на 20 тысяч человек. Как в таком случае не допустить транспортного коллапса, этот вопрос поднимают на часе контроля. Создание комфортных условий для кубанцев – одно из самых долгосрочных поручений губернатора. Вениамина Кондратьева интересует не только решение дорожных проблем, но и наличие необходимых социальных объектов. При этом обращая внимание на ошибки при застройке московского микрорайона. Пока не начали котлован копать при этих поселках Знаменский и Зинопольский, покажите мне, достаточно ли там будет школ, детских садов, поликлиник, парковок и транспортная инфраструктура, которая позволит без пробок добираться до этого микрорайона. Уже Росавтодор подтвердил, что они будут получать дополнительное финансирование по федеральному бюджету по строительству двух путепроводов непосредственно с левым поворотом на поселок Знаменский. Более того, есть проектная проработка у нас. Это виадук со стороны Комсомольского через железнодорожный переезд в створе с улицей Богатырской, который позволит нам связать непосредственно Знаменский поселок, связать его с восточной промзоной, с выходом непосредственно с Комсомольский микрорайон. Но не все застройщики готовы осваивать новые территории. Многие выбирают путь полегче и начинают возводить высотки прямо в зеленых зонах, всячески обходя законы. По такой схеме многоэтажки собираются строить в Новороссийске по периметру парка имени Фрунзе. Изначально лет 20 находился ресторан. Ресторан и целевое назначение было под ресторан, рыцарский зал так называемый. Потом они там продались, перепродались. И в кадастровой палате, ну, без нас, без участия, поменяли целевку, поменяли под многоквартирный жилой дом. Ну, естественно, мы обжаловали эти решения. Вот с того момента начали все тянуть судебные. Этот дом там не будет строиться. Только потому, что, на самом деле, есть уже традиции Новороссийска. Есть от парка. В парке уже не надо дома строить. Уж точно там Новороссийск. Потому что это земля такая. Это город-герой. И вот в городе-герой никто командовать не будет, кроме закона избранной власти. Активная застройка и в бухте Инал. В поселке возводят дома отдыха и гостиницы. Но их будущие владельцы почему-то не всегда задумываются о коммуникациях. Есть примеры, когда сток канализационных вод организован прямо в реку, которая потом впадает в море. Ситуация, которая просто не должна быть ни в одном населенном пункте Кубани, требует губернатор. Разобраться в случившемся Вениамин Кондратьев поручает своему заместителю, курирующему вопросы строительства ЖКХ Андрею Алексеенко. Особенно побережье касается. Андрей Андреевич, надо максимально еще раз собраться, провести совещание. Вот по всем новым строительствам, которые идут вдоль побережья. То есть куда уходит канализация, куда уходят сточные воды. Если современные системы очистки. Если их нет и все организовано по старинке в реку или в море. Вот еще раз подчеркиваю, такое строительство нам не нужно. Такие новые отели и жилые многоэтажные дома, даже одноэтажные, не нужны. Но час контроля – это не только проверка невыполненных задач. На совещании глава региона отметил и положительные примеры исполнения поручений. В Вановском сельском поселении Тбилисского района, например, не только качественно и в строк реконструировали дом культуры, отремонтировали дороги. Там удалось сэкономить деньги и привести в порядок тротуары. По мнению Вениамина Кондратьева, такое же отношение к своей работе должно быть у каждого руководителя всех уровней. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Мскаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи состоялось заседание полицовета сочинского местного отделения партии «Единая Россия». Тема – подведение итогов выборов в законодательное собрание Краснодарского края. Слово Елене Авсециной. Выборы в ЗСК для партии «Единая Россия» в Сочи завершились успешно. С этим поздравил членов полицовета глава сочинских единороссов Анатолий Пахомов. Самая лучшая реклама – это реклама делами, малыми, особенно там, где… То, что касается непосредственно нашего жителя. И здесь вот и спортивные площадки, и детские дворовые территории, и свет, и дороги. И нам просто надо понимать, что нам нужно продолжить эту работу. Продолжить эту работу. Ну и то, что мы наметили, нам надо обязательно сделать. Анатолий Пахомов отметил активных членов полицовета, вручил им грамоты и попросил не расслабляться, так как впереди еще более важная работа – выборы президента России. А на минувших выборах во всех четырех районах города «Единая Россия» набрала порядка 70% голосов. У кандидатов в депутаты ЗСК от этой партии тоже наибольшие показатели. Напомним, у Алексея Руднева самый высокий – чуть больше 75%. У Виктора Теплякова – 70,48%. Александр Звягин набрал 63,43%. По спискам от «Единой России» прошли еще в ЗСК Дмитрий Лебедев и Алексей Сафронов. Вновь избранные депутаты поблагодарили своих соратников по партии за поддержку и реальную помощь во время подготовки и проведения выборов. Я думаю, что я не подвину, а также депутатом городского собрания, во главе с председателем городского собрания Николая Сафронова, о том, что все-таки там у нас тесно сложилась команда, в которой друг друга должны только поддерживать. Все включились в работу, каждый помогал, каждый ответил. Ну и всем хочу пожелать железобетонного здоровья, зимой его поправить, ну и подготовиться к правильным словам только дальше, к главным выборам страны, выборам президента. Члены полицовета наметили планы по предстоящей работе, а их очень много. В первую очередь, это реализация партийного проекта «Открытый юг», а также дальнейшее обустройство в городе, воркаут-площадок для подростков. Елена Авсецина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи проверяют противопожарное водоснабжение города. Мониторинг показал, что предстоит еще много работы. Одни водоисточники из проверенных оказались неисправны, к другим просто не подобраться. Пожарные вынуждены вместо тушения пожара прокладывать магистральные линии к месту ЧАЭС, пересекая дороги, мешая движению транспорта или вовсе осуществлять подвоз воды. Что с себя заключает противопожарное снабжение? Это техническое устройство, которое находится, как правило, под землей, запорное, и оно должно содержаться в исправном состоянии. У нас есть еще реки на территории города, очень много рек. То есть, точно так же главы администрации сельских поселений должны содержать исправное состояние подъезда к данным водоисточникам. Ответственность за исправность источников наружного противопожарного водоснабжения несут руководителей собственники объектов. Например, в многоквартирном доме – это управляющая компания, в торговом центре – его директор. За состояние подъезда в Креком, где пожарные могут набрать воду в случае возгорания, в том числе главы районов и сельских поселений. В условиях особого противопожарного режима, который сейчас действует в Сочи, суммы штрафов для юрлиц увеличиваются до 400 тысяч рублей. 22 вместо 19. Проезд в общественном транспорте Сочи подорожает с 1 октября. Сегодня в городских автобусах появилось соответствующее объявление. Тарифы на проезд в общественном транспорте меняются на основании постановления администрации города Сочи. К слову, такое решение город впервые принял самостоятельно. Теперь полномочия по установлению тарифов, переданные муниципалитетом. Так гласит федеральный закон. Решение отмечают в мэрии. Невынужденные цены на проезд в Олимпийской столице удерживались достаточно долго и не менялись с 2014 года. Затраты же на предприятиях, как коммерческих, так и в МУПе, только повышаются. Сказывается стоимость топлива и запчастей, а также повышение заработной платы сотрудникам. С точки зрения обывателя все просто. Вы, наверное, видите, что у коммерческих перевозчиков далеко не новый подвижной состав. Вот, собственно, весь смысл. Не хватает коммерческим перевозчикам провести какие-то накопления, чтобы обновить подвижной состав спустя 5-7 лет. Поэтому это уже вынужденная мера. Да тот же уровень инфляции в целом в 2015 году он был 12,9%, в 2016 – 5,4%. Вот, соответственно, и вся арифметика. Итак, на внутригородских общественных маршрутах, независимо от того, коммерческий он или муниципальный, стоимость проезда составит 22 рубля. Тариф на пригородных маршрутах также меняется, но с учетом зональности. Например, стоимость поездки из центра Сочи до Олимпийского парка с 1 октября составит 91 рубль, вместо прежних – 85. Ну а в других крупных муниципалитетах Кубани, отмечают в департаменте транспорта, цены на проезд еще выше. В Гиринджике и Краснодаре тариф по городу составляет 23 рубля. Водоканал – самая обсуждаемая тема в городе. Сочинцы до сих пор разбираются в сложившейся ситуации и не до конца понимают, как быть с квитанциями за сентябрь, данные которых расходятся с показаниями приборов учета. Вся неразбериха из-за отсутствия у МУП «Водоканал» абонентской базы, которая до сих пор находится в распоряжении бывшей эксплуатирующей организации «Сочи-Водоканал». Тысячи горожан выяснить ситуацию отправляются в Центр оказания услуг, где выстраиваются многочасовые очереди. Не следует поддаваться ажиотажу, поскольку эти перерасчеты будут произведены в любом случае. Никаких-либо правовых последствий негативных для абонентов не возникнет ввиду этого. Поэтому информацию просим передавать по реквизитам предприятия, указанных в платежных квитанциях, в целях правильного начисления в дальнейшем. Данные более чем на 130 тысяч абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде, вывезены за пределы офиса и находятся в распоряжении ООО «Сочи-Водоканал». Поэтому МУП «Водоканал» сейчас приходится корректировать сведения в квитанциях за сентябрь и собирать сведения о состоянии лицевых счетов абонентов. То, что показания в платежках могут не соответствовать реальным показаниям счетчика, руководство предприятия не отрицает. Производить расчеты по действующим нормативам мера вынужденная. Хотя именно это и вызвало ажиотаж среди абонентов. С утра понедельника сочинцы буквально атаковали офисы «Водоканала». На предприятии к такому сценарию были готовы. Все специалисты переориентированы на прием абонентов. Работу центров оказания услуг в Сочи и в Адлере продлили до 19 часов, причем без перерыва. Здесь абоненты предоставляют показания приборов учета по состоянию на 1 сентября. Сведения включают в базу данных и тут же выдают горожанам скорректированный счет, который, к слову, можно оплатить как в кассе предприятия, так и в отделениях Сбербанка, а также с помощью сервисов онлайн-платежей. Связь с абонентами здесь держат и по телефону, принимают сообщения и по электронной почте. То есть острой необходимости выстраиваться в очереди сегодня нет. При передаче показаний приборов учета абонентам будут произведены перерасчеты с учетом объемов потребления. У нас в ближайший месяц расчеты приведутся в соответствие. В октябре мы будем выставлять уже откорректированные квитанции. Поэтому, в принципе, конечно, просим жителей не затягивать с предоставлением нам данных. Но и подвергаться, опять повторюсь, наверное, вот так вот, ашетажу и панике тоже не стоит. В среду 27 сентября отключат газ в ХОСТе. Причина – подготовка к работе в осенне-зимний период газопровода высокого давления на улице Ялтинская. Таким образом, с 8 до 17 часов от газоснабжения будут отключены предприятия, которые находятся в ХОСТе. Полный список вы видите сейчас на экране. Также на время проведения работ будут отключены котельные номер 9 и 24, котельные санатория в Кудепст, Аврора, Голубая гор, Камыс, Видные, Прогресс, Электроника, Автомобилист, а также Хостинская горбольница. Не будет газа и в жилых домах на улицах Шоссейная, Ялтинская, Октября, Самшитовая, Железнодорожная, Глазунова, Кипарисовая, Платановая, Звездная, Леси, Украинки и переулок Приморский, переулок Привольный, Сухумское и Новороссийское шоссе. Вернуть голубое топливо специалисты обещают сразу по окончании работ 27 сентября. И продолжаем. В Сочи должны появиться классы с сурдопереводом. Дети с нарушением слуха должны иметь возможность учиться наравне с остальными. Об этом сегодня шла речь на Совете по делам инвалидов, заседание которого традиционно проходят в администрации курорта. Дети с нарушением слуха сегодня учатся в четырех школах города и они могут стать базовыми для обучения школьников с подобным заболеванием. Но для этого в Сочи необходимо привлечь специалистов сурдопереводчиков. В этом городскому образованию могут помочь общественные организации, работающие с глухими людьми. Наши организации по работе с детьми-аутистами, они сами участвовали в процессе подбора тьютеров. И у нас благодаря вот этой совместной работе, мы действительно хорошие у нас наработки по именно обучению детей с аутизмом уже в общеобразовательных школах. Вот я предлагаю этот опыт распространить. Всего же в Сочи по программе инклюзивного образования сегодня обучается 151 ребенок. Эти дети ходят в обычные школы с другими ребятами, что крайне важно с точки зрения социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. В целом же 43 учреждения образования в Сочи сегодня имеют акты доступности для школьников-инвалидов. Кроме того, на заседании шла речь о подготовке к декаде инвалидов. Она по традиции вот уже пять лет проходит в Сочи с 1 по 10 декабря. К другим новостям. Международный день туризма в Кавказском заповеднике отметят семейным туристским квестом, тематическими конкурсами и бардовскими песнями. 30 сентября Кавказский государственный природный биосферный заповедник проведет большой праздник, посвященный Дню туризма. Местом станут две площадки – Тисосамшитовая роща и вольерный комплекс «Лаура» в Красной Поляне. Для всех участников предусмотрена большая туристско-познавательная программа. Туристским семьям будет предложено преодолеть специальный квест «Заповедная миля». Для тех же, кто только делает свои первые шаги в туризме, организаторы предложат увлекательные экскурсии, бардовские песни, мастер-классы по основам туристских навыков. Праздничные мероприятия начнутся в субботу 30 сентября в 10 часов. Для того, чтобы принять участие в семейном туристском квесте «Заповедная миля», необходимо до 28 сентября подать предварительные заявки, отправив смс или ватсап, сообщение на телефон 8 928 666 1616, указав фамилию семьи и возраст участвующих детей. Победители ждут памятные призы. Участие во всех мероприятиях Дня туризма в Кавказском заповеднике бесплатное. В Сочи Матильду Алексея Учителя покажут на месяц раньше проката. Специальный показ скандальной картины по инициативе режиссера состоится 29 сентября в кинотеатре «Люксор Аймакс». Продажи билетов на спецпоказ фильма уже стартовали. Фильм будут демонстрировать в пяти кинозалах общим количеством 843 места. Четверть билетов уже продано. На премьерный показ Матильды в кинотеатре усилят охрану. Инициатором спецпоказа в Сочи стал режиссер Алексей Учитель, сообщает РИА Новости. В широкий российский прокат Матильда выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе будущего императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Сочинские всадники вернулись с победой. Воспитанники конно-спортивной школы номер 15 привезли кубки и грамоты с призовыми местами из Курганинска. Там с 21 по 24 сентября прошли открытые всероссийские соревнования по конкуру кубок Анатолия Ивановича Пахайла. Репортаж Татьяны Говорковой. Своих воспитанниц конно-спортивный клуб Светлана встретил накануне. Каждая из них привезла награды. Такой результат, по словам руководителей школы и тренеров первой, за долгое время. Сочинская команда, казалось, даже лучше титулованных спортсменов отличили сразу в нескольких маршрутах. Очень достойно выступили наши спортсмены. Это самый главный турнир для наших спортсменов, который проходит в конце сезона. То есть он завершающий. И 9 призовых мест – это очень достойно. Были сложности, конечно. Приезжал выставитель маршрута из Питера. Ставили очень серьезные маршруты, дистанции, высоту. То есть все было на достаточно высоком уровне. В общем зачете среди взрослых всадников и юношей под названием «В честь пограничников России всех времен» первое место заняла Валерия Кузьминова. Ее 9-летний конь-сюрприз полностью оправдал свое имя. Сделал подарок партнершей, с точностью выполнил упражнения, превзойдя даже мастеров спорта. Сюрпризик, ты вообще молодец. Спасибо тебе большое. А знакомы они всего два месяца. И много времени на подготовку к соревнованиям не было. Такого результата никто не ожидал. Это просто был звездный час, потому что первый раз в жизни у меня вот так получается. На этой лошади я сижу не такое большое количество времени. И у нас просто с ним срослось все. На Кубке пограничников повезло то, что остальные всадники сделали по повалу. А я проехала чисто и по времени уложилась. Вместе с сюрпризом Валерия стала серебряным призером Кубка Анатолия Ивановича Пахайло и обладательницей бронзы на приз совета молодых депутатов Краснодарского края. А также стала кандидатом в мастера спорта и выполнила квалификацию на чемпионат России. На зимний турнир прошла и Александра Ткаченко. С напарником Роттердамом она заняла второе место на призы депутатов и четвертое на Кубке Пахайло. Сегодня чемпионы заслуженно отдохнули после турнира и приняли вводные процедуры, чтобы завтра опять вернуться в тренировочный режим. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Самбо лечит ДЦП. Спортсмены и врачи Сочи объединились для борьбы с этим недугом. На курорте в этом направлении активно работает городской центр федерации дзюдо и самбо. Единственный в России центр адаптивного самбо для детей с ограниченными возможностями находится в зале борьбы 9-й гимназии. Профессиональные тренеры и врачи работают согласно разработанным профессионалами программам. Ребята с ограниченными возможностями по здоровью, а также с ослабленным зрением и слухом занимаются на одном ковре со спортсменами, входящими в состав сборной команды курорта и края по борьбе самбо и дзюдо. Занятия проводятся бесплатно. В минувшие выходные мастер-класс провел заслуженный мастер спорта России Дмитрий Лебедев вместе со старшим тренером Сочинской Федерации Ольгой Авдеевой. С ребятами проводилась работа по улучшению двигательной функции и эмоционального состояния. Показал те приемы, которые помогали мне на соревнованиях в своей спортивной карьере. Надеюсь на то, что адаптивное самбо поможет детям, что они станут здоровыми, они найдут новых друзей и присоединятся к нашей большой семье самбо. В октябре в Сочи пройдет вторая по счету самбониада среди детей с ограничениями по здоровью. А в ноябре начинающие спортсмены представят свои показательные выступления перед высокими гостями на чемпионате мира по самбо во время торжественной церемонии открытия. Техническая академия «Аристон» провела в Сочи очередную серию семинаров по газовому оборудованию. Бесплатное обучение за два дня прошли полсотни специалистов, которые занимаются продажей, установкой и обслуживанием отопительных котлов. Подробнее Инга Габешия. По статистике в 90% случаев причина выхода техники из строя – неграмотный монтаж, потому качественная техника нуждается в качественном обслуживании, рассказывает Юрий Ковачев, сотрудник технической академии «Аристон». Сегодняшний бесплатный семинар посвятили газовым котлам. Акцент на конденсационный тип. Сегодня это один из самых экономичных и высокоэффективных отопительных приборов. Слушатели курса – как новички, так и опытные специалисты. Знание необходимо любому сотруднику, вне зависимости, чем занимается данный человек. Он может быть просто менеджером, который продает отопительное оборудование, это может быть сервисный специалист сервисного центра, также это может быть просто частный монтажник. Оборудование на месте не стоит, каждые, наверное, полгода меняется линейка котлов, меняется функционал, ну и, соответственно, кто-то что-то забывает. Поэтому всегда желательно появляться на таких семинарах. В распоряжении слушателей – учебные классы с действующим оборудованием для ознакомления с особенностями продукции «Аристон». Учебный центр этой компании открылся в Сочи в прошлом году. За это время свою квалификацию здесь повысили десятки специалистов. Находится учебный центр в магазине «Профи». Сегодня это одна из самых успешных в городе сетей магазинов по продаже оборудования и материалов для систем водоснабжения, отопления и канализации. У нас представлен широкий выбор водонагревателей, газового оборудования. То есть ни один покупатель не уйдет неудовлетворенный. Современное оборудование, то есть можно управлять даже при помощи телефона и имя. Нынешний семинар в учебном центре «Аристон» проходил два дня. Следующий запланирован на 23 и 24 октября. Записаться на бесплатное обучение можно в любом магазине сети «Профи» в Сочи. Здесь ждут сотрудников монтажных и проектных организаций, торговый персонал, специалистов по сервису и техническому обслуживанию. Инга Габеша, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валиденталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте вкт.ком. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.